Чемпионата страны по футболу среди команд высшей лиги, стадион Трактор, Минская Динамо принимает Гомель. На статус этого матча его называли центральным в пятом туре и даже, наверное, в чем-то будет прав, потому что обе команды очень натужно стартовали в нынешнем чемпионате всего по одной победе в активе у каждой и еще по три ничьи, которые вряд ли устраивают наставников и Динамо, и Гомеля. Один факт тому, чтобы этот матч и футбол, который мы сегодня будем наблюдать, был уж очень интересным. И этот факт, эта деталь, газон стадиона Трактор, честно говоря, не самое лучшее впечатление от него осталось. В зоне немножко пропускать свою молодежь и развивать ее. Атака Минчан, Куреля с мячом возле штрафной, сбрасывает назад Фигереда, тот продирается и мог бы рассчитывать гол. И вот так вот очень быстро, очень быстро Динамо открывает счет в этом матче, делает это Эрнан Фигереда. Вот повтор как раз этого эпизода, смотрим, Куреля играет. Здесь стоит отдать должное, что Фигереда и сделал этот момент. Вот здесь убрал троих игроков, потом получил передачу, ее замкнул, когда те, кто должен его опекать, уже остались у него за спиной. 1-0, да. Достаточно интересное начало этого поединка. Мы не упоминали о том, что определенные, скажем, разговоры идут о приближающемся мае, и что для Динамо этот матч и победа очень-очень нужна. Быть и в том числе морально волевые, потому что надо будет больше бороться. Еще одна атака Минчан. Досмотрим ее по правому флангу. Можно пробить, а можно пострелить. И еще один пострел, и два не нашел. Да, может пострелить. Хорошая передача у полузащитника. 19 номера. Еще один удар. Выше ворот Костин Куреля. Но пока опаснее. Опаснее атакуют Минчанья. Получается у них атаки с фланга. Вычинок. Подача. Удар. И вновь Эрнан Фигереда наносил этот удар. Ну а здесь желтая карточка будет показана Костину Куреля, который атаковал Егора Хаткевича. Очень неплохо. Сыграно. Удар поворотом. И здесь, и здесь. Ну, наверное, будем откровенны. Случай помог Александру Гутеру отразить этот удар. Мяч в большей степени попал ему в ногу. Вот этот эпизод. Олег Кверетило выносит мяч прямо на ногу Корнинскому. И тот бьет. Но Александр Гутер был в той позиции. Правильно располагался. Он вернулся. Еще одна атака трубила слева до передачи штрафной. Не могут вынести. Фигуреда наносит удар. Один. Дальше скидка не делает. Обьет сам прямо в руки Егора Хаткевича. Так вот. С ним тяжело обращаться. Хорошая передача. Комаровский прострял. И... Великолепнейший шанс был у Валерия Жуковского для того, чтобы сравнять счет в этой встрече. Это и делает. Это Костин Куреля там очень неплохо. Дистанционно обыграл защитника. Владимир Хвощинский удар. И Егор Хаткевич спасает свою команду. А Эрнанд Фигуреда уже был совсем рядышком с Егором Хаткевичем. Мяч и сразу же вводит его дальше. И ошибается. Самое интересное. Можно попробовать перебросить. Перебрасывает. Но и ворота в том числе. За голову хватается. Это Сергей Политевич. Плохо на Курелю. Далее румынский футболист. Румынский легионер Минчан подключает к атаке Трубила. Фигуреда. Удар. И Егор Хаткевич забирает мяч в руки. Досмотрим этот эпизод. Может быть Куреля пропускает дальше. Дальний удар хороший. Но опять же высоко Александр Бочинов. Плотно пробил. Хорошо пробил. Седьмой номер Минчан. И тут же Никита Корзун может появиться на поле. Это сайда. Костин Курели убирает. Здорово. И бьет поворотом. И Хаткевич спасает. Как легко убрал защитника, если не ошибаюсь, Павла Кирильчика Костин Курели. Ну может оно и правильно. Сохранил мяч. Не было такого особо острого продолжения. Сшибается Алексеян. Мяч достается Веретило. И дальний. Хороший удар. Но выше ворот. Это Никита Корзун. Вот степил активно в игру. Чего не скажешь о запасных. Виталий Трубило. Стасевич. Веретило. Неплохо пока все развивается. Костин Курелиан шел на мяч. Пока все точно. Пока неплохо. Игорь Стасевич на противоположном фланге находит Фегереда, которому помогает Олег Веретило. Элегантно сыграно. Точно. А вот Игорь Стасевич пробивает. Мяч попадает в руку футболисту Гомеля. Вот. Олег Веретило. Хорошо. Остроумно. Отдал пас на Фегереда. Там защитники перекрыли. А здесь Игорь Стасевич наносит удар и дает в руку мяч. Загирать мяч. Ну и как это делается повсеместно у главного флажка. Вот. А здесь. Да. Стянуть до этого финального свистка. Зиноль. Минская «Динамо» празднует викторию. И обнимается там футболисты «Динамо» со своими болельщиками. Хочу сказать, что в копилке у команды Олега Протасова уже 9 баллов становится. Давай посмотрим статистику. Потом еще коснемся положения в турнире таблицы. Вот. 20 ударов. 10 створ. Вот это тот показатель, насколько активно и с огоньком играла «Динамо» сегодня в атаке.